Россия до революционных годов институт брака почитала священным. Распадался лишь каждый 50-й брак, причем причины развода были довольно серьезными. Это и психические заболевания, и алкоголизм, и измены не сошлись характерами, такую причину не стали бы даже рассматривать. Удерживала семьи от распада и ответственность, которую несли супруги, обвенчавшись в церкви. Что Бог соединят, то человек разлучить не может, считали наши предки. Вопрос о том, как развенчаться в церкви, возникал крайне редко. В 912 году один из римских пап придал венчанию юридический статус. Были и четко указаны случаи, когда брак можно аннулировать. Это смерть одного из супругов, доказанное прелюбодеяние, заболевание психики. Энтон Пепеп. Сегодня ситуация стала хуже. В 2010 году наблюдался пик разводов, и сотни браков распались около 80. Печальная тенденция сохраняется. Что еще страшнее? Из серьезного церковного обряда венчания молодожены часто устраивают шоу, полагая, что расторгнуть церковный брак очень просто, как и получить свидетельство о разводе. В ЗАГСе? Но нет, на самом деле это сложный процесс. Часто получается так, что супруги, расставшись, вступают в новые отношения, оставшись венчанными в церкви. Что дает церковное венчание? Верующие люди, обращаясь к священникам с просьбой заключить церковный брак, понимают, на какой ответственный шаг они решаются. Это не штамп в паспорте и некрасивый старинный ритуал. Церковный брак связывает супругов узами, которые невозможно разорвать. Считается, что супруги венчанные после своей кончины будут находиться вместе на небесах. Некоторые священники утверждают, что дети, рожденные в церковном браке, меньше болеют, а супруги, решившиеся на обряд, приносят в брак гармонию, укрепляя свою любовь. После развода в ЗАГСе или в суде, бывшие супруги начинают думать, как развенчаться в церкви. Кстати, учтите, что православная церковь разрешает лишь три церковных брака. Как подать прошение на развенчание развенчиванием занимается особый церковный чин – архиерей. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Озвучено Яндекс Спичкит. Ему и нужно показать справку, подтверждающую официальный развод, свидетельство о венчании, свидетельство о новом браке, а также объяснить, почему случилось расставание. В любом епархиальном управлении подскажут, как лучше составить прошение на имя архиерея. Чтобы развестись официально, супруги приносят в ЗАГС или суд заявление, предоставляют свои паспорта, свидетельства о рождении детей, высказывают какие-то материальные претензии. Для развода необходимо искреннее желание обоих супругов или одного. Архиерей же рассматривает лишь действительно важные причины. Так можно развестись, если один из пары начал изменять, стал незаконно сожительствовать с другим партнером, сменил, скажем, ориентацию, крестился в другую веру. Диагнозы сифилис, спид, алкоголизм, наркомания, доказанные медиками, тоже могут стать поводом для развода. Развенчают и с человеком, пропавшим без вести. Озвучено Яндекс Спичкит. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Муж может развестись с женой, когда та соглашается на аборт, не поставив супруга в известность. Если мужчина часто избивает жену и детей, посягая на их жизнь и здоровье, архиерей тоже примет решение развенчать пару. Подавая прошение на развенчание, нужно хорошенько подумать, ведь за этот шаг человек верующий будет отвечать перед Богом. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.